Как я вижу, уже к последним докладам дожили немногие, да? Да. Ну что, сейчас будем просыпаться. Буквально еще минутку, две минутки ждем до 35 и стартуем. Хорошо? Слышишь? Я такой не против бы еще, чтобы кто-то... Слышишь? 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 Ну все, давай начинаем. Представляешь или я стартую? Так. Поприветствуйте, пожалуйста, Игоря Леонтьева, который специально приехал к нам из Франции. Окей, так как у нас вечер, наверное, я начну свой доклад с таких красивых слов. Bonsoir à tous. Mais non, on va pas parler français, но презентацию все-таки буду вести на русском. Да, я живу во Франции, я работаю эзер-архитектором, но я с украинскими корнями. Поэтому как-то так получилось. Смиксовано. Я буду вам рассказывать про блокчейн. Поднимите руку, вы сюда пришли прослушать про блокчейн, потому что это хайпово. Можете встать и выйти. Не, ну я шучу на самом-то деле. Смотрите, я буду говорить, это одна из проблематик прежде всего. Недаром в презентации написано, что мы говорим о разработке приватных блокчейн-решений. Я дальше постараюсь объяснить, почему это важно. Но если вы хотите узнать что-то о биткоине, это не ко мне. То есть я сразу же шлю лесом, как бы я считаю, но я не верю в это. Побольше мы можем обсудить это в кулуарах. Ну что, был классный такой ивент на самом-то деле. Это немножко минутка пиара и рекламы. Это было в июне месяце в Киеве большой трехдневный ивент, на который были приглашены крутые люди. Это была одновременно и конференция, и большущий хакатон. И на котором, кстати, вот были разработаны материалы, которые я вам дам. Если вы хотите стартануть, там реально пошаговая инструкция, как быстро начать, если вы не знаете вообще, как работать с блокчейном, если вы ни разу ничего не пробовали. А поднимите руку, есть в зале такие люди, которые слышали, что такое Solidity или даже что-то пробовали писать на Solidity. О, один, хорошо. А кто-то слышали, что такое Ethereum? О, уже получше. Ну, значит, мы в правильном месте. Итак, прежде всего, перед тем, как мы начнем, я, наверное, скажу, зайду издалека с понятия, каких у нас есть челленджей на данный момент вообще в мире блокчейна, почему это важно и что мы находимся на кривой, скажем так, разочарования. Знакомая-то такая кривая, когда новая технология растет, хайп набирается, до какого-то момента она дорастает и потом начинается обвал по использованию и так далее. Так вот, к сожалению, блокчейн вышел на тот момент, когда мы падаем. Но хайп не уменьшается от этого. Потому что каждый день, я думаю, вы слышите, что биткоин бьет новые рекорды. На данный момент он уже побил рекорд 10 тонн долларов за, по-моему, один биток и так далее. Плюс второй такой челлендж огромный в том, что очень много решений на рынке блокчейна. То есть биткоин, он на самом деле не один. И только реальным, по сути, реальным коином, то есть это то, чем обмениваются в сети, можно назвать биткоин. Все остальное это альткоины, которые были созданы или на основе биткоина, или какая-то другая технология, но при этом они привязаны к биткоину. И в основном все в мире криптовалют, оно работает с биткоином. Опять же, следующий большой челлендж, почему мы сегодня говорим про приватные блокчейны, это в том, что бизнесу публичный блокчейн не подходит. Ну, представьте себе такую ситуацию. Вот блокчейн публичный, ну, как тот же биткоин, каждый день бьет челленджи. Например, сегодня 10 тысяч долларов, завтра это будет 20 тысяч долларов, послезавтра это будет еще хрена сколько долларов. Но вопрос в том, что бизнесу нужна прогнозируемость. То есть мы должны гарантировать, что цена решения и цена использования всегда будет одной единой. И поэтому публичный блокчейн мы не можем использовать для бизнеса. Мы можем использовать гибридную часть. Когда говорили о типах блокчейна в предыдущей презентации, что есть state of works, state of concept и так далее, мы можем создать гибридное решение, по которому сказать, окей, у меня есть какая-то сеть блокчейна, то есть я могу вас пустить в эту сеть, если вы будете отвечать вот таким-то, таким-то нормам. То есть вы будете работать, делать там, я не знаю, минимально иметь какое-то определенное количество нод и так далее. Потом, следующий челлендж, который очень важный, который на самом деле сегодня будет обсуждаться очень-очень много, это в том, что очень много решений. Но на данный момент на рынке не существует ни одного готового решения от момента разработки до реального, одной единой технологии, которую вы можете взять. Окей, я сегодня начинаю работать с блокчейном, я буду использовать эту технологию, но при этом полностью покрытия всего нет, к сожалению. И последний такой челлендж, который я тоже попытаюсь сегодня вам ответить и показать. К сожалению, разработка под блокчейн – это нестандартная разработка, когда вы просто пишете ваш фронт, бэк, базу, или накидываете какую-то микросервисную архитектуру и так далее. Здесь все немножко смиксовано, я буду это показывать. И чтобы это зарелизить в продакшн, это не так классический, это не классический подход. Поэтому можно говорить, что дорога в продакшн, она нетривиальна. Окей, прежде всего давайте мы начнем с двух моментов. Блокчейн – это интернет транзакций и значений. Существует достаточно много классических кейсов, которые описывают блокчейн. Многие могут сказать, это просто штука для обмена информацией, это просто какой-то интернет, это какой-то договор, это по сути просто какой-то хайп и что-то новое. Но в итоге тут классная фраза написана «кс». Это значит, что это? То есть единого ответа и правильно говорить, что такое блокчейн, нет такового. Блокчейн – это больше даже как методология разработки архитектуры. Смотрите, если мы говорим о блокчейне, у нас всегда есть три макроиспользования блокчейна, которые самые важные. И все крутится вокруг этих трех макроиспользованных. Первое – это передача значения. Биткоин – классический пример. Я владелец биткоин-кошелька, у меня есть определенное количество биткоинов, я перевожу эти деньги. Классика. А также это могут быть другие коины, это может быть передача значения других и так далее. Второй момент – трассабилити. Когда у нас вся сеть, если ты уже участвуешь в сети, ты можешь увидеть все транзакции, которые были. Это легко достучаться. Можно посмотреть транзакцию, которая проходила два года назад, три года назад. И все участники сети это видят. Ну и третий, последний момент, который очень важный, он немножко отделен – это автоматизация. Оплаты, интернета вещей и так далее. Ну и в итоге, если мы говорим, что есть поставщики, люди, которые интерактят с блокчейном, есть клиенты, и по сути есть работники. И в разных кейсах немножечко мы адаптируем саму сеть. Идем дальше. Блокчейн. Ну, знаете, есть такая фраза State of Unicorn. Вот это примерно можно и отнести сюда. Это вот это магическое слово. Блокчейн, которое все любят. Есть тут такие, кто считает, что это магическое слово? Есть, отлично. Идем дальше. Ну, давайте обозначимся то, что блокчейн – это просто публичная база данных со значением Right Ones, которая еще распределена между участниками. Блокчейн не существует. Это самое в основном. Нет понятия, что блокчейн – это что-то осязаемое. То есть, если есть там, например, есть там, например, биткоин – это биткоин. Он использует методологию блокчейна. Но блокчейн, как таково, существует очень много разных блокчейнов. Если вы сейчас захотите, вы можете создать свою собственную сеть. Если она будет подтверждать нормам математическим и логическим, это будет блокчейн. Смотрите. На этом слайде я представил вам самые такие популярные блокчейн-платформы, которые есть на данный момент на рынке. Самая большая и самая популярная. Их на самом деле больше тысячи. Можно, я потом дам ссылки, где посмотреть. Все зависит от того, с чем вы привыкли работать. Если вы привыкли работать с JavaScript, вам, возможно, выгоднее взять Ethereum. Если вы привыкли работать с тем же Hyperledger, то вам, возможно, если вы привыкли работать с Java, то вам нужно взять Hyperledger. Если вы привыкли работать с C Sharp, есть вариант там Corda и так далее. Если вы привыкли работать с Python, у вас BigchainDB. И в зависимости от популярности, каждая из этих платформ дает какие-то возможности. Самая большая по популярности и по количеству комьюнити это Ethereum Project. Он существует в двух эпостасиях. Он существует в эпостасии публичного блокчейна, на котором можно что-то свое деплоить и релизить, но для этого у вас должна быть местная валюта Ether. Грубо говоря, ее все называют эфиром. Или вы можете развернуть свой собственный приватный блокчейн, который доступен в виде темплейтов, и на него задеплоить ваше решение. Смотрите, одна транзакция, много концептов. Представьте себе такую ситуацию. Вы являетесь Алисой, я являюсь Бобом. Алиса хочет перевести денежку Бобу. Что происходит? В блокчейне сети всегда участвуют два типа участников. Есть понятие участники транзакционные ноды, есть понятие майнинг ноды. Майнинг ноды, который производит расчет этого всего. В случае, если мы говорим про транзакционную ноду. Транзакционная нода – это точка доступа в сеть. Грубо говоря. Майнинг ноды, они закрыты приватной сетью, вы не можете до них достучаться. Что происходит? Вы совершаете транзакцию, то есть запись в общий леджер о том, что я совершаю транзакцию и перевожу Бобу какое-то количество денег. В этом случае майнинг ноды начинают работать и начинают считать хэш этой транзакции и проверять. И кто первый посчитает этот хэш транзакцией, получит награду, что я провел ее. Опять же, это достаточно гиперизбыточно. Посмотрите, какая ситуация. Если, представьте, это одна транзакция. А если вам приходит таких транзакций миллион, и вы должны одновременно нагрузить целый миллион транзакций на расчет, и все существующие майнинг ноды будут его считать. То есть это достаточно, проблема уже идет высоковычислительных. Я думаю, все вы видели уже фотографии этих биткоин ферм, которые выглядят огромные-огромные ангары, в которых стоят пачками видеокарты. Не только видеокарты, специальные оплаты по расчетам. Так вот, чтобы максимально чуть-чуть поменьше это избежать, транзакции, они объединяются в блоки. И эти блоки уже потом тоже записываются, рассчитываются. То есть транзакция, один блок содержит N транзакций. Мало того, когда записывается блок, вы должны понимать, чтобы поддерживать эту целостность сети, каждый последующий блок будет иметь хэш предыдущего. Это очень важно, чтобы мы потом могли с помощью той же математики и хэш очень хитрый, найти более раннюю транзакцию. В том-то и состоит главная математическая задача, чтобы хэш рассчитать таким образом, чтобы мы могли вернуться в исходное состояние. Тут есть… Давайте так, если есть вопросы, давайте будем пытаться их прям сходу из зала задавать. Есть вопросы? Да. То есть правильно я понимаю, что вы можете… Вот транзакция прошла, посчитался хэш. Но вы можете вернуться к предыдущему хэшу? Или же из этого хэша можно как-то там вывести предыдущий? В том-то и вопрос. Сейчас расскажу. Смотрите, если вы уже произвели какую-то запись в сеть, эта запись, она уже является неизмененной. То есть потому и она называется база write once. Единожды записали, изменить не можем. Мы можем записать только следующую запись. И вот, чтобы поддерживать постоянно целостность сети, каждая последующая запись в себе будет иметь хэш предыдущий. Я ответил на вопрос? Отлично. Идем дальше. Окей. Ну, немножко маркетингового слайда. Да? У меня такой вопрос. В публичных блокчейн-сетях майнер получает в качестве награды какое-то число валюты. Все правильно. В private блокчейн-сетях в чем смысл тогда майнинга? Вот, вот. Рассказывай. Есть два типа майнинга. Есть майнинг не существующих еще коинов. Коинов в каждой сети ограниченное количество. Это гарантировано математикой. То есть вы не можете создать сеть с бесконечным количеством коинов. И второй тип майнинга это майнинг непосредственно транзакций. Так вот, там из-за математической сложности алгоритма первый майнер, который посчитал правильно, чтобы можно потом вернуться в предыдущее состояние, он и получает эту награду. Одновременно стартовать, если мы вернемся на этот слайд, обратите внимание, здесь много майнеров. Один майнер, немножко я прошу прощения, что на французском, но это картинка. Один майнер, второй майнер, третий майнер и так далее. Первый, кто из них стартанет и первый, кто посчитает правильно, даже не тот, кто стартанул. Они могут стартануть в разное время. Но из-за математики один может, окей, я начал с того регистра, я посчитал это так. Он может, он получит, он получит эту награду. Вот почему выгодно ставить майнеры. Потому что одновременно они поддерживают вот эту расчетную сложность сети, и одновременно они еще просчитывают свободное от простое время. Потому что, представьте себе, если нет транзакции, понятно, что сеть продолжает считать. Она продолжает считать будущие коины. Так вот, если он насчитает вот этот будущий коин, он тоже за него получит награду, которая может быть в обороте. Я ответил на вопрос? Эта база хранится у каждого участника. То есть, например, я Алиса, она у меня хранится копия этой базы, я Боб, у меня тоже есть копия этой базы. И мало того, на каждое состояние сети при обновлении, это очень важно понимать, что всегда в единожды момент времени 51% участников имеют самую последнюю версию базы. Она всегда есть у всех. То есть, она крест-нагрест. Хорошо, я вот хочу свой собственный приватный блокчейн. Я сейчас дальше это покажу. Ну ладно. Да. Я сегодня даже покажу пример реального проекта. Так, важно понимать. Ну, понятно, что мы защищенные. Даже, прежде всего, вы должны понимать, что чем дальше мы уходим в сеть, то есть сеть, например, существует, представьте, что вы задеплоили сеть год назад. Год назад была одна математическая сложность. Вы же поймите, математическая сложность растет в экспоненциальной прогрессии. Через год математическая сложность станет дико бешеной. Это уже происходило несколько раз с блокчейном. Это уже происходило и с тем же эфиром. Что происходило? Люди меняли размер блоков, чтобы в один блок больше запихнуть и, по сути, легче это все сохранять. Она дико защищенная. То есть, чем старше транзакция, тем ее практически нереально хакнуть. Ну, несуществующих вещей как бы хакнуть можно все. Вопрос, сколько вы времени на это потратите. То есть, тем тяжелее достать. Это расшарено между каждым участником. Это леджер. То есть, база данных единожды записанная. Это распределенная система. То есть, даже если вылетит один из участников, сеть продолжит работать. Расшифровать, изменить правила сети, отменить транзакцию. Смотрите, что просто описать. Вот я, Боб, я передал Алисе, например, 10 баксов. Ну, 10 биткоинов. Так вот, какая может быть история? Я не знаю, через какое-то время кто-то захочет эти, ну, по сути, присвоить эти 10 биткоинов себе. Априори, такое невозможно. Но в этом мире не существует невозможных вещей. То есть, при наличии правильных рук и определенного количества времени до этого можно достигнуть. Никто не говорит, что блокчейн нереально взломать. Просто еще не было того человека, который это может сделать. И чтобы присвоить эти деньги, он должен отменить эту транзакцию и записать свою цепочку транзакций. Так вот, чем старше транзакция, тем ее сложнее взломать. Потому что сложность растет в экспоненциальной прогрессии. Они считали, получается, что Алиса отдает Бобу, получается, 10 баксов. Они почти 2 ноды посчитали хэш. Хорошо. У нас внедряются, появляются еще 3 ноды. Ни с того, ни с сего. И говорят, что знаете, а мы тут посчитали хэш, то, что согласно которому Алиса отдает свои 10 баксов не Бобу, а Марку. Вот, да, да. Вот, собственно, как бы это и есть пример хака. Да, да. Это и есть пример хака. Потому что, но опять же, там все зависит от того, от правил сети. Почему? В бубличной сети на данный момент почему это невозможно? Потому что она слишком огромная. Представьте, какой надо, ну, того же биткоина. То есть, грантия получается по принципу мажоритарности. То есть, с учетом того, что у нас паблик. Окей, спасибо. Ну, понятно, есть разница сети. Традиционная система у нас имеет централизированное хранилище. То есть, ну, сами понимаете, что из этого вытекает. Что, как бы у нас есть какой-то middleware, который, по сути, какой-то главный, который проверяет, окей, оно там целостное, в нем реальные данные и так далее. И разница между блокчейном, когда у каждого есть своя копия, своя копия этой базы, все, что происходило, там это все видится. Окей, чтобы понимать разницу между публичным блокчейном и приватным блокчейном. Публичный блокчейн полностью открытое программное обеспечение. То есть, в его может войти любой непосредственно при наличии всех правил. Ему надо только зарегистрировать себе кошелек. И все. С приватной сетью все намного интереснее и прикольнее. В том плане, что вы, как разработчик этой сети и как владелец, можете назначать правила входа, стоимость входа, стоимость транзакции, размер сети и так далее. Это вы этим управляете. То есть, вы создаете ваш тип, грубо говоря, ваш тип сети и говорите, что моя сеть будет поддерживать вот такие-то, такие-то транзакции, вот такие-то, такие-то решения. И вы являетесь вот этим Trust Authority, которая дает всем остальным и все остальные могут это или заакцептить, или отказать. То есть, это зависит. Почему это интересно Enterprise? В том плане, что, ну, берем классическую ситуацию, два банка. Даже не с банками давайте. Классическая система закупки авиабилетов. Вы, когда заходите на SkyScanner тот же, ищите ваши авиабилеты. То есть, что происходит в этот момент? SkyScanner опрашивает всех перепродажников. Он опрашивает сзади собой еще там GDS, Куа Моделс, если бы точнее. И потом, если, если резервация была произведена со сайта SkyScanner, авиалиния выплачивает 100 фи, налог, можно так сказать, ну, какую-то часть, как бонус за то, что они привели этого клиента. Так вот, в месяц таких клиентов может быть несколько миллиардов. и вот, есть, и чаще всего под конец месяца, когда подбивается кто кому, сколько денег должен, эти записи почему-то не совпадают. В данном случае блокчейн это может решить, потому что в случае, если произошла регистрация, по сути, это сразу же записалась в блокчейн. Все, регистрация произошла, по-другому быть не может. И вы создали правила этой сети, у вас в этой сети есть какие-то события, которые происходят, и по этим событиям вы описываете вашу сеть. Но мы сейчас еще к смарт-контрактам подойдем. Смотрите, этот слайд, я думаю, вы уже сегодня видели, да? Есть понятие блокчейн в версии 1.0, по сути, это простая база данных и простые транзакции. Есть блокчейн 2.0, здесь уже добавляется уровень логики. Есть блокчейн 3.0, когда мы к уровню логики, мы разделяем уровень логики отдельно на доступ к данным, отдельно на бизнес-логику, потому что здесь это смешано. Здесь нет той классической архитектуры приложения, когда мы говорили, что у нас есть уровень доступа к базе данных, уровень бизнес-логики, презентационный уровень. Так вот, по секрету, смарт-контракты можно и в блокчейн, в биткоине сделать. В принципе, технологически такая возможность есть. Но, как только мы добавляем код, который запускается, или его можно экзекьютить, мы сразу же по сути в публичную сеть вводим потенциальную угрозу, которая может нарушить целостность этой сети. Поэтому было решено, что в блокчейне, в биткоине не будет никаких по сути смарт-контрактов, никакой логики. Только обмен этих коинов. Идем дальше. Чтобы подвести вот такой какой-то, ну, чтобы закончить с теоретической частью, основная разница. Блокчейн 1.0 это был простой блокчейн, это по сути биткоин. Блокчейн 2.0 их существует огромная туча. Этериум, корда, гиперледжер, там я не знаю, бикчейн, дб и так далее. Идея в чем? Бенефит, который мы от этого получаем. Мы не завязаны ни на какого вендора. Но если мы выбрали одну сеть, мы должны под нее и разрабатывать, к сожалению. Потому что потом это будет решение, которое мы не сможем портировать. Потом простые транзакции были в блокчейн 1.0 получили уже контракты. То есть уже получили какой-то код. Один блокчейн, много блокчейнов стало. Был публичный, теперь может быть публичный, приватный, консорциум, специализированный, например, под какой-то домен технологии, там я не знаю, travel, автомобили и так далее. Всегда открытый дистрибьют и расшаренный здесь по велению того, кто его разрабатывает. То есть как вы это решили? Окей, это все, конечно, замечательно, классно, но есть понятие политики точки входа. Точка входа на самом деле в разработку на блокчейне она достаточно немаленькая. Смотрите, раньше как, чтобы вы начинали разрабатывать у себя, вам надо было поднять какую-то реальную инфраструктуру блокчейн решения, то есть создать, по сути, создать эту виртуальную машинку и так далее. Сейчас все на самом деле упрощено при наличии таких вендоров, как тот же Microsoft, который в своем маркетплейсе предлагает уже готовые темплейты, которые вы можете зареюзать. И, по сути, это и дает скорость разработки. Смотрите, раньше, что необходимо было, чтобы начать разработку на Ethereum? Надо было, по сути, разобраться вообще, что такое Ethereum, просмотреть всю документацию по сети, сделать топологию этой сети непосредственно, смопировать эту топологию на реальные Azure ресурсы, то есть виртуальные машины, сторидж-аккаунты, сети, ну и так далее. Все-все-все-все-все. Потом написать это, написать ARM темплейт или ручками все это задеплоить, сконфигурировать следующим шагом Ethereum клиент, ну это мы говорим про Ethereum, с помощью баш-скриптов, настроить Ethereum аккаунты, назначить на них деньги, проверить это все, интегрировать с другими сервисами, такими, как Azure Active Directory, Azure Key Vault для хранения сертификатов и так далее. И в итоге протестировать реальный темплейт. В среднем для человека, который уже понимает, что он делает, это три недели. Как бы, ну согласитесь, три недели без остановочной работы. Это много или мало? Ну да. Сейчас на самом деле это будет, конечно, звучать как маркетинг, но вот сейчас что мы можем покрыть с помощью Azure? То есть по сути это только все, кроме, ну, ревью документации, это понятно, и интегрирование с другими ресурсами. Это на самом деле меняет пять минут и десять параметров, которые надо заполнить. И сеть уже готовая вам поднимется, в которую вы можете зайти и провести ваши транзакции. Окей. Как это все выглядит? У вас есть, деплоится несколько, скажем так, сетей реальных. Есть транзакционная нода, это virtual machine scale set, который забекирован load balancer, на который приходит публичный доступ. По сути, только эта сеть через load balancer и настроенные порты имеют, вы можете достучаться только сюда. По сути. Потом там находятся транзакционные ноды, которые scale set, что в случае, если вам придется резко наращивать ваши capacity, чтобы это было сделано максимально безболезненно. Потом есть целая пачка внутренних сетей, которые закрыты, это приватные сети, доступа к ним нет. У них есть доступ только из транзакционных нод. Это майнинг сети. То есть это закрытые машинки, которые может только достучаться по сути транзакционная нода. Что происходит? Вы делаете транзакцию, транзакция отправляется, регистрируется, ну, по сути, что есть транзакция, пришла транзакция на расчет, дальше рассылается всем доступным майнерам, свободным, что ты можешь посчитать эту транзакцию. Свободный майнер берет ее и считает. И так до бесконечности. Это один пример. Ну, и по сути, этот IRM-темплейт еще деплоит красивый вебап со страницы админки, на которую просто вы можете накинуть тысячу этеров на какой-то аккаунт. Ну, это реально. Окей. Идея в чем? Есть такой замечательный оффер. Это называется Blockchain as a Service. О нем уже вам сегодня говорили. Это целая пачка разных темплейтов. Там есть Ethereum, там есть Cordo, там есть Hyperledger. Кстати, на самом деле, до сих пор удивлен, как там появился Hyperledger. это вообще разработка IBM. Это и мало того, Hyperledger Fabric это премиум оффер IBM Bluemix. Но Azure в этом плане предлагает все сразу же. То есть нам все равно, откуда вы пришли, вы можете это разработать. Вы можете это запустить. Ну, прошу прощения, за французский. Тут хватает. Что сейчас есть доступно из таких самых популярных? Cordo, Ethereum, Hyperledger, Chain, Digital Asset и другие. То есть зависит от вас. Все возможно, поиграться можно с любым. Зависит от технологий. Но этот скрин тоже самое вы уже сегодня видели. Да, вот это страта для любителей C-Sharp, но он платный. Так, а если нам надо, вот представьте такую ситуацию, что у вас есть несколько сетей. То есть давайте мы мы developin банальную, банальную систему. Возьмем тот же пример SkyScanner. у нас есть, например, вот я SkyScanner, у меня есть своя сеть. Нам в эту же сеть надо интегрировать кого-то другого. Например, booking.com, который будет предлагать отели. Или, например, авиакомпанию или в Ганзе, например. Что будет происходить? Каким образом мы объединим эти сети? Точно так же у меня по умолчанию должна быть одна транзакционная нода и минимально две майнинг ноды. Что происходит в этом случае? Нам надо добавляться еще один темплейт, по сути. И с единственным отличием, что там не деплоится вот эта админка, но там уже есть транзакционная нода с лоуд балансером, тоже VM-scale сети и есть транзакционная нода. Потом Virtual Network Gateway и VPN мы коннектим эти сети друг с другом, чтобы они могли себя друг друга видеть. Потому что, по сути, мы создаем, правильно уже сегодня было сказано, peer-to-peer network, чтобы все ноды могли, особенно, я говорю про майнинг ноды, чтобы они могли достучаться и видеть. И транзакционные ноды тоже. Дальше. Окей. Проблема. Изолированное блокчейн решение. Это на данный момент сейчас происходит. То, что вы разработали на Ethereum, по сути, это решение очень сильно изолировано. Вы не можете в это решение интегрировать внешние коннекшены. Это и есть лимит смарт-контракта. Сейчас покажу дальше. По большей части блокчейн, если мы рассматриваем реальное приложение, это только маленькая часть всех тех сервисов, которые вы будете использовать. Если мы рассматриваем конкретное решение, ну, например, у нас есть какие-то есть там тоже IT-решения, мы получаем какие-то данные, мы их интегрируем через Event Hub, у нас там дальше есть какая-то процессинг этих данных, то есть та же лямбда-архитектура, о которой сегодня говорилось. Часть данных уходит в классический там бизнес-логику, часть данных уходит в блокчейн, записывается раз и навсегда. И потом уже мы на презентационном уровне мы выбираем, что и как мы показываем. Так вот, что я пытаюсь донести этим слайдам, что по сути блокчейн это очень маленькая часть всего конкретного интерпрайз-решения. По сути, это единая база, это просто база данных, которая хранит какие-то защищенные вещи. И все, не более не менее. И другое на эту сеть не надо накладывать. Другие требования. Смотрите, чтобы, так как я уже говорил, что стоимость разработки на самом деле очень большая, далеко не дешево. Microsoft даже подсчитала, я в какой-то статье читал, что это было где-то среднее proof of concept блокчейн. На блокчейне стоит порядка 200 тысяч долларов. Ну, согласитесь, это не маленькие деньги. По большей части это работа, ну, 200 тысяч это работа сколько? Ну, вместо 4 команды команды дейлов в среднем. То есть абсолютно немало. Что есть сейчас и как можно этим воспользоваться? И был, примерно где-то в июне месяце был анонсирован proof of concept application framework, который себя представляет такую штуку. У вас есть ваш код смарт-контракта, то есть вам в любом случае его придется написать. И здесь нужен вот этот специалист, который разложит на логику. Логику сейчас дальше будем обсуждать. Мы даем данные этого смарт-контракта, что он принимает на вход и что мы на выход. И мы на конечном этапе, когда этот proof of concept framework отрабатывает, мы получаем уже готовое приложение, которое интегрируется с существующей сетью блокчейна. По сути это и API, и фронт. И общается, и с вас снимает вот эти требования по разработке еще дополнительных решений. Вам только надо разрабатывать непосредственно вашу логику того и что, как вы будете хранить. Идем дальше. Есть понятие у каждого смарт-контракта есть лимитейшн. То есть он ограничен. Мы не можем взять и просто так все, что нам в голову сбрело за кодом смарт-контракте. Да, это код. Если мы говорим про Ethereum, это очень JavaScript-like language. То есть это solidity. То есть он очень простой. Я сейчас скажу одну такую вещь. Она некорректна в принципе, но она даст понять вообще, что такое смарт-контракт. Представьте экземпляр класса абстрактного. У вас есть поля, у вас есть методы. Все. Вы его деплоите, вы получаете какой-то уникальный адрес этого смарт-контракта. Потом через этот адрес вы к нему обращаетесь. К сожалению, вы не можете смарт-контракта вызвать какой-то внешний ресурс. Вы не можете из смарт-контракта вызвать другой смарт-контракт. Это неправильно. Потому что, по сути, вы обязаны будете захардкодить адрес другого смарт-контракта в этом смарт-контракте. И мы накладываемся на ситуацию, что, по сути, смарт-контракт может представлять себя процедура, класс, у методов которого будет сохранить какую-то информацию. Не более, не менее. Если мы начинаем нагружать смарт-контракт логикой, мы можем открыть потенциально дыру безопасности в сети. И, кстати, таких приколов уже было на самом деле очень-очень много. Когда проводится публичное ICO, initial coin offering, по сути, это все проводится по большей части на публичном блокчейне. И если вы ошиблись в написании кода смарт-контракта, у вас могут увезти ваши деньги, которые вы собрали непосредственно в ходе презентации вашего проекта. Какое есть решение? Это создание enterprise смарт-контрактов. Что это такое? Вот то, что я вам говорил. Традиционное трехструктурное приложение. У вас есть какой-то уровень данных, у вас есть какая-то бизнес-логика, у вас есть presentation layer. Удобно в том, что оно достаточно модульное, есть разделение между данными, между превьюшками и так далее. Его легко зареиспользовать. И есть под каждый уровень мы можем выбрать абсолютно разные технологии в зависимости от нашей команды. Но опять же, это задача архитектора. Когда мы говорим про классическое блокчейн-приложение, которое существует на данный момент, у нас вот этот уровень бизнес-логики и данных, он смешанный. Это накладывает свои ограничения. То есть мы не все можем сюда запихнуть, мы не можем разделить логику, мы не можем разделить, что вот здесь ты работаешь только с данными, которые есть в сети, вот здесь ты логично подключаешь какие-то внешние данные. Например, проверку идентификации существующей системы и так далее. И у нас есть единый презентационный уровень. Проблема в чем? У нас получается уровень данных он монолитный. То есть по сути он лимитирован на этом же смарт-контракте. Мы его не можем разделить на несколько как, знаете, ну как мелких сервисов по сути-то. У нас вопросы становятся по, скажем так, по перформансу, по производительности и вопрос потом, как мы его будем скейлить, потому что смарт-контракт тоже не сможет быстро выполнить. Если придет сразу тысяча человек на выполнение одного смарт-контракта, ничего не произойдет. все повиснут. Мы не можем его реиспользовать. И самая печальная вещь, как для разработчиков, чтобы обновить и запустить новый код смарт-контракта, мы его должны заново заредеплоить. И при этом адрес поменяется. Что это значит? Давайте просто будем. Берем, переносим на мир вебапов классических. Вот каждый раз, представьте, когда вы релизите новую версию вашего приложения, вы его деплоите на новый вебап с новым DNS именем. Удобно? Ну, 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 давай, не спим. Ты не можешь удалить смарт-контракт. Ну, ну, иду на DNS сервер, на DNS провайдер и там обновляю запись. Ну, давай другой пример. Хорошо, по умолчанию у тебя все вебапы идут через AzureWebSites.net. Когда ты создаешь новый вебап, у тебя новый адрес. Бла-бла-бла-бла, там что-то AzureWebSites.net. Вот он этот пример. То есть я что пытаюсь доказать? Что? Кардинально адрес меняется. Как нам с этим бороться? Есть такие фреймворки для разработки. Я дальше покажу. Например, один из них Трафл, который под собой имеет вебпак, который умеет трекать, который потом интегрирует непосредственно после деплоя смарт-контракта его новый адрес приложения. Это как environment variable, чтобы достучаться до него. Но это достаточно печальная штука и с этим, особенно у новичков, с этим очень много проблем рисуется. Идем дальше. Хорошо. Каким образом нам обеспечить connection непосредственно к внешней среде? Каким образом мы должны гарантировать, что окей, я здесь вышел из блокчейна, то есть из секьюрной среды, которая по умолчанию, которая гарантирована математикой. Я хочу пойти в базу данных и, например, у меня в блокчейне хранятся айдишники, в базе данных у меня хранится расшифровка этих айдишников. Каким образом я могу гарантировать подключение к этой базе? Есть идеи? Ну, давайте, давайте, не спим. Еще раз? Я говорю, что приложение само как-то умело находить смарт-контракты и по ним по айдишкам высчитывать данные базы. Как вариант, но опять же, сам interaction сети никак не защищен. Что было сказано? Чтобы обеспечить этот interaction сеть, есть такой замечательный замечательный проект, он уже есть на гитхабе, он называется криплет-фабрика. Идея в чем? Вы можете создать изолированный кусок кода, который будет по специальным протоколам подключаться и к базе, и к сети Ethereum защищенной. Это пас-решение, грубо говоря, которое гарантировано Microsoft, которое позволяет вам сделать вот эту прослойку между on-chain коды data и off-chain коды data. И у вас есть вот этот, грубо говоря, middleware, который вами разработан на любой технологии, которая вам удобна, которая позволит вам общаться. То есть, грубо говоря, вы создаете защищенное соединение между блокчейном и каким-то криплетом. Это криплетом мы называем внешний коннекшен. Идея в чем? Мы являемся гностиком по отношению к типу блокчейна, который используется. Мы можем это хостить где угодно, грубо говоря. То есть, главное, чтобы были ресурсы. Это может быть как Azure, это может быть как Amazon и так далее. И мы можем сделать такую историю, что смарт-контракты будут валидировать бизнес-данные, то есть, бизнес-логику через криплеты. Например, мы можем шарить данные между классическим сториджем и непосредственно Ethereum. Ну, или блокчейном. Смотрите, какая еще проблема мы вырисуемся. Помните, я сказал, что для сети Ethereum нам минимально нужна одна транзакционная нода и две майнинг-ноды. Было такое сегодня? Ну вот. А как вы думаете, ну, одна транзакция намного весит? Ну, блин, это хэш, грубо говоря. То есть, он весит копейки. А как вы считаете, а не сильно ли избыточно ради одного хэша держать три виртуальные машины? Ну, ответ как бы напрашивается сам собой. То есть, это такой риторический вопрос. Так вот, это правильная на данный момент ситуация, когда люди, когда разрабатывают решения, они шарят данные. Часть данных идет, которые нам очень важно гарантировать безопасность, секьюрность и так далее. Она хранится в блокчейне. Часть данных хранится непосредственно уже в каких-то внешних, в внешних системах. Плюс это может быть какие-то еще легоси системы и так далее. И вот смотрите, куда мы вырисовываем. У нас есть классическая такая классическая структура приложения, в котором есть уровень данных, есть там, например, хранимые процедурки, которые мы дергаем из базы. У нас есть бизнес-логика этого приложения, у нас есть презентационный уровень. Когда мы говорим непосредственно про блокчейн, у нас нету вот этой бизнес-логики, она уже зашита непосредственно в нашем уровне данных. Окей. А когда мы говорим непосредственно на реальную интерпрайз-архитектуру, правильнее всего изолировать все уровни. То есть пусть смарт-контракты отвечают непосредственно за данные, которые мы храним в сети. Это будет правильно. И здесь, по сути, бизнес-логика наложится на эти внешние креплеты, а смарт-контракт только обрабатывает защищенные данные. Окей. Есть понятие корпоративных таких требований, как перформанс, конфиденциальность и так далее. Как с этим бороться? Решения на данный момент нет. То, что я буду показывать, был анонсирован на самом деле в конце августа в виде вайпепера, который доступен на официальном гитхабе Майкрософта. Называется эта штука Coco Framework. Что это такое? Смотрите, у нас есть какие-то там требования по бизнес-челленджам, по перформансу, по security, по вообще по сети, по сколько энергии она забирает и так далее. Но проблема в том, что представьте, я разработал на Этериуме, например, ты разработал на Гиперледжере, ты разработал там, я не знаю, на Корде и так далее. А каким образом не объединить эти все сети? Вы же поймите, код написанный под разные системы, он разный. Он не может с друг другом общаться. Идея в том, что надо представить вот эту прослойку, которая сможет правильно вам интерпретировать данные друг от друга. Так вот, есть понятие транзакционного еще отпута. Идея в чем? Сеть в секунду может процессить немного, там до 10 транзакций, это нормально. Тот же Этериум. Так вот, как мы можем обеспечить, чтобы сеть принялась у нас, например, 100 тысяч клиентов, которые прилетели нам в один момент? Мы должны делать какой-то буфер сообщений, который приходит, и потом этот буфер будет раскладывать наши сообщения непосредственно в сам блокчейн. Так вот, для этого был придуман вот этот Кока фреймвер, который так и назван. Идея в чем? Это универсальная прословика, сейчас я ее покажу, которая обеспечивает непосредственно контроль количества транзакций в секунду. Она обеспечивает модульный уровень доступа непосредственно к данным, которые в сети. У нее есть политики безопасности, политики входа в сеть, политики интеракта с другими сетями. И по сути она делает оптимизацию вашего общения между блокчейнами. То есть оно происходит через него. Окей. Как это все выглядит? Смотрите, есть какой-то уровень хранилища, есть этот Кока фреймвер, который дает возможность подключиться к Этериуму, к Оруме, к Орде, гиперледжеру и так далее. Это универсальный миддлвер, который будет предлагаться как есть, который даст эту возможность вам интерактить с другими сетями. Идея замечательная, но пока дальше вот этой архитектурной красивой штуки еще не было показано. Посмотрим. Окей. А теперь давайте поговорим про реальный проект. Чтобы я вам показал уже что-то, что было реально задеплоено. Мы работали, у нас есть проект с группой Рено-Ниссан. И мы создали первую в мире по сути электронную, электронный сервисный паспорт автомобиля. В чем проблема есть? Смотрите. На всем жизненном цикле машины у нас есть какие-то этапы. То есть мы машину покупаем, мы машину потом как-то чинем в гараже, проводим ей обслуживание, например, как просто банально замена масла, потом может быть замена батареи. Мы попадаем в аварию, например. Но, к сожалению, эта жизнь, все происходит. Потом мы машину продаем. Окей. Как у вас происходит часто? Распространена такая история, что в Беларуси скручивают пробег? Никогда, да? Вот. Каким образом вы можете это гарантировать? Да, один не бит, а не крашен, один хозяин. Все верно. Так вот, представьте себе такую историю. Вы хотите купить машину, вам дают в руки ее сервисную книжку, по сути, в этой сервисной книжке печати мог наляпать кто угодно. Ну, как вы это докажете? То есть вы не можете гарантировать эту машину. Здесь совместно с Рено Ниссан концерном был придуман, по сути, придуман такой проект, который в себе объединял непосредственно все данные по жизненному циклу автомобиля и плюс данные системы подключенные, подключенные машины, IT-системы. И они гарантировали через единую, единую систему. И основная была задача, надо было гарантировать безопасность и правильность этих данных. И в данном случае безопасность и правильность этих данных гарантирует сама Рено Ниссан. Окей. Как это выглядит? Я тут вам приготовил такое видео симпатичное. Да? Да, вопросик такой. А что если я поехал к дяде Васе в гараж и сделал это там? То есть, как решается вопрос неполноты данных? Это уже твоя собственная проблема. Ты пропустил ТО, ты его сделал. То есть я теперь машину никому не продам, все, я уже как бы недобросовестный продаю. Ну ты недобросовестный, да, твоим данным верить нельзя. Ты обслуживался неофициального дилера. Все тут логично. Тут было пять сценарий, первый сценарий. Это вообще непосредственно работа по починке автомобиля. То есть, по сути, я могу как владелец машины зайти и посмотреть вообще, что было происходило на всем этапе жизненного цикла машины. Я захожу под своим логином и паролем. У меня такая симпатичная бабская машина Renault Clio. 74 лошадиные силы. Там у меня есть какие-то данные записаны уже непосредственно по этой машине. То есть было, то есть произведено шины поменены, потом была работа по бодиворку. Это, наверное, покраска была какая-то и так далее. Я, например, говорю, что мне надо поменять ремень ГРМ. Что происходит? В данном случае уже заходит непосредственно авторизированный сервисный центр в машине. Мало того, у него нет доступа к машине. Он к машине обращается только через ее ВИН-номер. И он говорит, окей, у нас километраж 2000, у нас, что мы сделали, то есть я описываю, что я сделал на 2000 или на 20 тысячах. В данном случае это не погодит. В данном случае у нас доверие к авторизированному сервисному центру. Какого доверия машина отдает данные в том, что это не так? Машина не имеет права по европейскому регуляторным данным отдавать текущий момент при километраже. Сейчас я дальше это покажу. Машина может отдавать только анонимизированные данные. По европейскому регуляторному закону ты не имеешь права вот сегодня взять и отдать вот данный момент какой у меня километраж на машине. Ну, такое возможно. Такое возможно. Но в данном случае с Рено-Ниссаном это не было. Я же говорю, это одно из решений. Здесь это вводится ручками, то есть запись добавлена, фотка добавлена. Это записывалось сзади в Этериум-сеть. То есть происходила ресильная, реальная сеть сзади. И я как владелец машины могу посмотреть, что было на моей машине. Смотрите, на самом деле время доступа к сети достаточно небыстрое. То есть это 3-4 секунды в лучшем случае, чтобы получить все записи, которые были связаны с моей машиной. Я могу загрузить картинку. Кстати, картинка хранится по секрету вообще в блоге. Она не хранится. То есть она привязана хэшом к смарт-контракту, но сама картинка она хранится вне, по сути, вне сети. Потом, я могу запросить у Рено данные по своему вождению. И вот такая история. Только я могу разрешить сохранять в сети вообще данные по скорости. То, что я говорил, это европейские регуляторные законы. Каким образом, как часто я ускорялся, как часто я тормозил, насколько эко я езжу, как бабушка, и так далее. Как я переключался и так далее. Моя скорость, какой у меня расход. Ну, как видно, при том, что в данном случае немножко данные немножко левые, но это реальные данные, которые отправляет автомобиль. Потом, я могу, вот как покупатель, зарегистрироваться в системе и проверить и запросить доступ непосредственно к данным автомобиля. Что происходит? Я вожу вид интересующей мне машины. По сути, я вожу свой логин и пароль от системы. Я могу отконтактировать к владельцу этой машины и запросить, дай мне доступ на то, чтобы посмотреть непосредственно данные, вообще, что было сделано с машиной и какая у тебя данная по эко-драйвингу и так далее. Как часто машине давали под попу. Грубо говоря, я как владелец машины уже другая сеть, я могу или заакцептить это, или, или, по сути, отклонить. Мало того, мы не передаем полностью права доступа. Мы временно лимитируем и даем доступ к данным автомобиля. Нет. Оно все под хешами и под ключами. Ты не сможешь так. Да, ты можешь, грубо говоря, если у тебя есть доступ к сети, ты можешь зайти в сеть, не вопрос. Но, по сути, ты получишь набор каких-то левых хешей, которые ты не знаешь, как расшифровать. Ну, вперед. Я посмотрю, сколько это займет. Да? Извините, а если это как бы правит сеть, да? Да, это правит сеть. То, я так понимаю, Рено, в принципе, может изменить какие-то данные, если очень захочет. Хороший вопрос. Правильный вопрос. Здесь, на самом деле, смотрите, вы видели, что здесь была не только Рено, здесь была еще Рено Асчуранс, страховая компания, которая тоже может запросить доступ к данным машины. Это следующий теплей. Так вот, если Рено захочет изменить сеть, ну, представьте, сколько есть официальных сервисных центров Рено? Ну, по сути, даже в Беларуси. Ну, я думаю, порядка, ну, где-то, ну, как минимум тысяча их есть, да? Ну, я думаю, даже может больше. А, я не туда приехал, да? Ну, для, ну, для примера, да, так вот. Ну, не суть важна, но хорошо, даже если пять, вот представьте, какая история. Рено, он один-единый, по сути, он является, у него один экземпляр сети. Когда мы внедряем нового партнера, по сути, мы этому новому партнеру должны минимально задеплоить транзакционную ноду и эти как там, и майнинг ноды. Окей, мы его интегрировали в сеть, все замечательно, но чтобы нам изменить какие-то данные, переписать правила сети, нам нужен 51%. Двух сети. А стоит ли овчинка выделки? Рено на самом деле все равно, какие данные у вас по автомобилю там находятся. И плюс данные, они анонимизированы. С точки зрения архитектуры, как это выглядит? То есть, есть, да, в чем бенефит блокчейна, если это правит сеть и в принципе при необходимости Рено может изменить. И это то самое, чтобы простая база. Нет, она не централизирована. То, что я пытаюсь объяснить, чтобы Рено изменило какую-то запись и надо владеть 51% сети. Вот представьте, если мы эту сеть скейлим, то есть сейчас в случае proof of concept теоретически это возможно. Но это достаточно геморно в плане написания конфигурации, изменения блока genesis и так далее. Это очень геморно. Поверьте мне, я пробовал что-то такие подобные делать. И данные все не хранятся. Да как они хранятся? То есть, если вы говорите, что вы есть ноды, на которых хранятся копии всех паспортов, всех автомобилей, и они тем самым вот консенсус и поддерживаются. Так смысл нам хранить миллиард копий, миллиардов автомобилей на миллиардах нодах. Избыточность плюс перед базой данных. Правильно. Все правильно. Я уже говорил сегодня, что для работы сети минимально нужна на транзакционные две майнинг ноды. Плюс у каждого копия базы. Избыточность есть, но ты платишь безопасностью. Какой? То есть ты гарантируешь неизменение данных. Я не представляю, какая-то транзакция, зачем их хранится. Ну, я могу на самом деле, сейчас мы закончим, я могу развернуть сети, показать, как это выглядит. Это интересно. Это на Ethereum, да? Что здесь происходило? Здесь было три, по сути, участника сети. Первый участник это была Renault Assurance, вторая это была сама Renault Nissan, и третий участник сети это был один авторизованный центр в данном случае. Был единый IP, защищенный IP доступа к этой всей сети для проведения, для интеракшена, чтобы фронт интеракшен с бэком, то есть непосредственно с самой сетью. Была отдельно развернута менеджмент консоль для того, чтобы посмотреть, что происходит непосредственно в сети. И можно было добавлять существующего еще участника. Я извиняюсь, у меня тут чуть вернуться придется. Короче говоря, я понял, что каждый хранит список хэшей в биткоине, правильно? Но это же не защищает того, что могут изменить связанную с хэшом запись. То есть, если, допустим, там была авария, могут где-то зайти взломать Renault и написать, что нет, это было техническое обслуживание, черт побери. Нет, запись, идея прикольная, но запись, она уже, то есть, если она уже попала в сеть, ее удалить нельзя, изменить тоже. Но я так понимаю, что есть записи, связанные с хэшами. То есть, хэши нельзя поменять, но запись, которая привязана к хэшу, в принципе, возможно поменять. Вот. Да. А, хэши. Теоретически это возможно. Практически сколько времени? Помните, что я сказал в начале презентации? Не существует невзлаиваемых систем. Существует количество времени, которое вам надо потратить на что-то, чтобы это взломать. Времени остается мало. По сути, сейчас буду быстро показывать. Это все было, это все было, ну, разработка была построена с Visual Studio Team Services. Да. Я быстренько, можешь, помнишь, у меня тоже был вопрос, я, ну, в Киеве не понимал для чего, да, ну, какой смысл, то есть, это большие траты и так далее. Ну, я имею в виду бизнес-нист, это, да, очень четко стороны как бы аудиторов, которые приходят и потенциальные штрафы, то есть, для чего эта security нужна бизнесу. Ну, просто я имею в виду для аудитории будет очень полезно узнать, ну, это очень большие траты со стороны инфраструктуры, со стороны разработки и так далее, и какой бизнес-вэлью реально от этого. Бизнес-вэлью, да, действительно, тут на самом деле из-за того, что, помните, в начале показывал три макроиспользования. Первое макроиспользование это было просто передача каких-то данных, передача значения, которые мы можем посмотреть, кто, когда, сколько, что передавал. Второе, это было непосредственно поддержка изменений каких-то состояний, то есть, в случае там, одно было состояние, оно превратилось в другое, превратилось в третье. Третий кейс был непосредственно в случае того, что вам, ну, представьте такую ситуацию, возвращаемся к примеру не с Renault-Nissan. Renault-Nissan в данном случае тут нечего аудита, ну, не на что делать аудит, на самом-то деле. То есть здесь аудит может только, вот мне интересно, как конечному пользователю реально узнать, когда я покупаю бушную машину, а реально там написано, и это хрень собачья, которую мне впаривают. В случае с аудитом, представьте, что у вас система, которая PCI DSS compliant. Чтобы подтвердить свой статус, вы должны пройти сертификацию. Так вот, раз в какое-то время к вам должен прийти аудитор и проверить всю вашу работу. В случае, как это происходит сейчас в классическом предприятии, приезжает пачка аудиторов, перегребает всю вашу документацию, лезут во все ваши базы данных, и вы должны подтверждать каждую запись. Здесь на самом деле все будет проще. К вам приходит аудитор, он выгружает просто список транзакций, потому что транзакции уже математически подтверждены неизмененными. И по сути, это уже будет вашей гарантией. Того и как будет. У меня время есть еще? Ну, пожалуй, надо, к сожалению, заканчивать. Так что, наверное, с вопросами… Есть еще техническая демка. Кто хочет, сейчас покажу здесь, в кулуарах уже. Да, с вопросами. Как был настроен, настроен непосредственно полностью development life cycle, то есть от момента разработки, билда, деплой и так далее, и мониторинга. Это все было в STS сделано. Ну и понятно, куда, что сходить, что посмотреть. Спасибо. В рассылочке должно быть лучший вопрос. Сложно было. Ну, вот рядом с Сашей сидит человек. Ага, хорошо. Ну, тогда вот тот человек, который пытался меня взломать. Да, да, да. Окей, окей. Хорошо, спасибо большое. Все, не за что. Не расходитесь, пожалуйста. Сейчас без перерыва будет следующий день.